Кстати, мне понравилась та карта, на которую последний обгор вышел, начал на ней играть. А, да, хорошая, мне тоже понравилась, интересная. По сторонам смотрят, такое впечатление, иначе ты в сфере какой-то, круглая такая все получается, на эти задники, да, красиво. Вот там говорят в комментариях, что карта немножко вроде бы как глюковатая, когда на ферме находишься. Ты не заметил ничего такого? Да нет, я только там первое поле купил, да, техники взял. Ну как все нормально. Ну я одну ферму полностью продал. Одну остал. Ту, которая вверху продал или та, которая внизу там, по центру ближе? Внизу, не взглушиваю, оставим внизу. Эту стандартную, где пою, да, есть вторую. А, ну я понял, да. Там на ней больше простора. Больше еще подознается. В общем, это мы с Сергеем разговариваем о карте, которая вышла не так давно в обзоре. Ссылочку на эту карту я вам дам. Прямо на видео, чтобы вы посмотрели. Я сейчас не припомню, конечно, как она называется, но интересно тем, что там две фермы. Вот. А вообще, всем привет. Мы продолжаем играть в фермер-симулятор 19. У нас тут работа кипит. Второе поле уже начали делать. И канолку. Я свез в прошлой части канолу на завод. А потом увидел, что у нас канола же нужна еще для того, чтобы масло делать, растительное. Поэтому вот взял второе поле. И мы его сейчас уберем. Свезем канолу уже на растительное масло. И, собственно, будем ждать, когда будет и соевые бобы будут у нас, и когда у нас будет подсолнух. Тогда можно будет попробовать биодизель. Тот эксперимент, о котором мы с вами говорили. Как же стрёмно возле этого канала ездить. Это как будто стоит столб, ты на него смотришь и должен врезаться. Так и богистия утонуть в этом канале. Да. Так и тянь туда. Канал такой... Даже по самому краешку проехал. Еле-еле удержался. Классное место мы обгородили. Да, и я не знаю, как там старобочий, в принципе, может и не свалится. Но кто его знает. Стрёмно. Согласен. Можем собственный заборчик построить. А вот это поле можем... Ну, конечно, совсем мелкое. Совсем-совсем мелкое. Ну, можно, в теории, можно было бы его присоединить и к другим полям и убрать посадки. Но, опять же, я уже говорил, да, об этом, что... Вот, хоть вроде бы как это и декорация, сквозь которую вот так вот проходишь. Но когда оно будет посреди поля, вот это, то как-то будет некрасиво. Так, всё, изи, смесена. Сейчас будем удобрять. Где-то наши польские удобрения. Яра, мила. Яра, торговая маркопольская. Польская? Ага. По-турецки живо называются. Может, какие-то супер качества. По последненьких наводням. Угу. А наши удобрения вообще как? Производится же в Украине. Да, да, производится. Не хватает их на все хозяйства. Угу. Поэтому за границей тут конкуренция только... Ну и наши не такие, они то дешевле, но не такие технологичные, заграничные. Там же тоже технология должно быть, да? Получается, вот эти питательные вещества, которые есть в удобрениях, наносят на песчинку или ещё на что-то там. То есть в основе лежит песчинка. Какая там в центре. Угу. А на неё уже напыляются вот эти вот удобрения. А на неё уже напыляются вот эти вот удобрения. Интересно. После наших остается ещё песчинка. Угу. Удобрения и удобрения. Оно, как оказывается, напыляется. Должна быть какая-то основа. Ну, современные заводы уже нет. Угу. Там может какая-то технология новейшая, что не требуется. Ну, это то же самое, как в основе, как капли. Или... Ну да, в основе любой капли лежит маленькая крупица чего-то. Пыли там, сажи. Просто, может быть, какого-то там растительное что-то. Иначе капля не будет конденсироваться без этого. Поэтому, хоть дождь и считается, что чистый, но на самом деле в основе любой капли что-то есть. Вот так и здесь. Посмотрел видео на ютубе, где рассказывали вот как раз это всё. И экспериментально было доказано о том, что без вот этого в идеально чистом воздухе дождевые капли не смогли бы сконденсироваться. Ну, вот не смогли бы и всё. Не было бы их. Поэтому... Да. Я тоже не знал, думал. Ну, капля да и капля. Собралась вода. Молекула к молекуле. Но оказывается, что нет. Так не получается. Что только нужно что-то основа какая-то. Там что-то с натяжением было связано. Но я уже не помню, что именно. Я вынес суть. Что... Что-то обязательно вокруг которого должно быть собрано. Кучу молекул. Пустим. Счастливие. Так. Что-то совсем. Так, ну это поле мы точно не будем оставлять Потому что оно совсем маленькое Крохотное пальце Пальцо Не к лицу настоящим фермерам На таком крохотном пальце работать Что-нибудь подберем Какое-нибудь побольше Вот я думаю, что будет созревать То, что мы уже посеяли Нам уже хватит работы Так, поле удобрено Что-то я смотрю сегодня с Сереги нету Даже в сети нету У восьмого Может тоже на дачу мотанул Может наигрался на выходных Ну, тоже не надолго заходил Не много играл Дива, наверное, дела Рабочая недель Началась Да, ну да Понедельник Оно Как-то не располагает К играм Я сам сегодня в 5 утра Как уехал Около в 5 вечера приехал Ого 5 утра Тут и, конечно, дал Я бы, наверное, уже Спал бы Ну, то бишь, приехал И уже Уже бы не вставал До следующего Этого утра Это утром Вот как-то Рано Тяжко встается Вот и Что интересно Когда не ляжешь Ну, все равно Когда Я могу там Если нужно Вроде бы В 10 лечь Там Нет, все равно Тяжко встается Вообще нереально Да Тяжко встается Тяжко встается Тяжко встается Продолжение следует... Продолжение следует... Конечно, красоты там сложно найти, разве что красоту некоторые ищут в руинации, в разрухе, но такую можно тут найти. У нас уже, наверное, лет десять как выпилили. У нас не такие были, а не ветвистые. А, ну да, они разрастаются, самое главное там пух, который аллергичен. Много, много где выпилили вдоль дорог полностью их убирают. Наверное, пускают как аварийнее. Ну, я так понимаю, что деревья раньше вдоль дорог садили и сеяли, потому что... Снегозадержание должно было быть, чтобы не так дороги заметало. Ну, на счет тополя он же углекислый газ поглощает. У него же специально садили, чтобы он выбросил от машин вот этого. У него негативная сторона, что аллергия у многих на пух. Плюс я уже в нашем городе, на нем такие есть сорняки-паразиты. Омелобила, вот это вот на ветках, которые такие... Угу. На шары похожи или на гнезда. Да, да, да. Да. Оно заражает деревья и потом по всем деревьям разносится. Оно живет на дереве, с дерева сок пьет и дерево потихоньку умирает. Угу. А оно разрастается и разрастается. Как паразиты настоящие. Да, да, так у нас полно таких. Их вообще должны вырубывать, такие деревья удалять, потому что они заражают все кругом. Все кругом деревья. Угу. Да ну, где-то что-то делается, но в большинстве своем нет. Зеленые такие шары. У меня рядом на огороде на яблоне появилось. Угу. 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 Птичками разносит. Да, да. Птичками. Как оно перескакивает. Да, показывали. Дело в том, что вот этот белый плод на этой омели, он долго хранится. И вот птички, когда уже нечего клевать, в основном это весной, например, да. Вот мне рассказывали, что большинство, ну около 50% мелких птичек гибнет весной Когда уже ничего нету и еще ничего нету И призывали людей, что нужно вот кормушки и туда засыпать Так вот, они, вот эти плоды, они хранятся, сохраняются и птички их едят Но дело в том, что у них там клейкая такая структура Что птичка то съедает, но зерно в этой клейкой такой вот массе И когда оно выходит уже из птички, то висит И птичка пытается где-то, ну чтобы оно не висело у нее с задницы Куда-то притулиться, а птицы ж по деревьям в основном шастают И вот оно на дерево залезает и, ну залетает И вот эта клейкая масса с зернышком, она лепится к ветке И уже потом из этого прорастает прямо в ветку Поэтому птички и разносят Такая вот хрень Так Ну что, давайте смотреть Собственно 16-е поле мы продаем Грибы вот эти, которые тоже на деревьях Это что же паразиты? Считаются грибы-паразиты Угу Если ты уже увидишь этот гриб на самой коре То это уже дерево там на 40-50% заражено Угу То есть он сначала развивается в средине дерева А потом уже, когда он достаточно развился Он выносит вот эти вот споры в виде грибателей Как-то там оно Чтобы распылять уже Угу Ну да Дерево оно уничтожит Природа такая интересная И плюс Еще После того, как ты ветку спиляешь Вот этот гриб еще живет на ней 4 года Пытается выживать дальше, да? Да Вот, ну не даром же Фильмы, игры Где людей поражает грибок какой-нибудь Тот же самый вот The Last of Us Там, где люди превратились Что-то в подобие каких-то зомбаков Но в конце концов Человек погибает И типа Из него вырастает гриб И Вот в этом есть что-то такое Потому что реально Если у человека грибок так называемый Да? Где-то там На ноге И еще где-то Ну это тоже Насколько я понимаю Это тоже семейство Каких-то вот Грибковых Заболевания тоже Из грибковых То лечится оно Очень-очень тяжело А некоторые вообще Не излечиваются Потому что Считается, что гриб Это вообще Какое-то странное Такое Не растение Не животное Это гриб Это Что-то такое Среднее Вот как вирус Тоже вроде бы Как неживое существо Но тем не менее Да Тем не менее С помощью других организмов Как-то размножается Так Что нам нужно Нам нужно Хотя по поводу Игр 18 мая Знаешь, не знаешь Это Десть Гон Выходит на компьютере Да Единственная игра Которую я постараюсь Купить Понравилось, да? Да Конечно, там и цена Тыселя Не знаю Подумаю еще Надеюсь, куплю Ну ты ее где-то смотрел, да? Наверное, прохождение Или как? Да Я на двух каналах Разных смотрел Два раза Единственное, что мне не нравится Отрезок игры Где Они там С военными Что-то мне Не очень нравится Так вроде все классно Когда там с военными Как-то там Все такое Серое Темное Да-да-да Унылое Мне тоже Я тоже Смотря полностью От начала И до конца И тоже Вот этот момент Когда он Переехал через горы И попал Вот этот Форт Не форт Что-то такое То Как-то Такое впечатление Что люди там Ну, вернее Программисты Когда делали То уже устали И решили Что Давайте Хоть что-нибудь Доделаем Может хоть как-нибудь Вот А может Специально задумывалось Чтобы уныло Такое было Все Кто его знает Но зато Там в тот момент Когда он Сару встречает Интересный Тоже И как Как они Пытаются Не попасть Совсем Не рассказать Что-то о том Что они Муж Да-жена Да Прикольные И вот Есть интересные Такие Игры Которые Хочется Смотреть Некоторые Некоторые Даже Хочется Поиграть Правда Недолго Вот Когда я Покупаю Игру Которую Хотел Посмотрел И на мне Было интересно Потом Начинаешь Сам играть И Буквально Там Три Три Пять Часов Поиграл И все И скучно Уже Уже Не то Нету Того Драйва Которые На этом На видосике Когда ты Смотришь Когда хочешь Что хочешь В легкой Непринудительной Форме А Когда ты Сам Играешь Что ты Напрягаешься Это Уже Не то Повествование Которое Ты Смотрел С интересом Это Уже Работа Считай Потому что Там Тебя Постоянно Заставляют Какие-то Комбинации Заучивать То Как-то Быстро Реагировать То еще Что-то Но В общем Того Нету И Вот Отвлекаясь На сам На сам Процесс То Что Кругом Замечаешь Да Да Ты Много Чего Не Видишь Вот Я Например Играю В этот Red Dead Redemption И Второй И Потом Когда Уже Монтирую Видео Я Много Чего Вижу На Видео Которого Я Не Видел Играя В Эту Игру Я Уже Не Говорю То Что Там Задники Какие-то Там Вижу Там Еще Что-то Но Масса Всяких Объектов Которые Ну Ты Просто Не Можешь Увидеть Потому Что Ты Отвлечен Там То Скачешь То Стреляешь То Еще Что-то И Вот Когда Ты Смотришь Что Это Интереснее Потому Что Объемнее Получается Больше Информации Всего Что Ты Можешь Увидеть Чем Когда Самостоятельно Играешь Поэтому Не Знаю Подумай Может То Что Ты Там Смотрел Может Пускай Оно Так И Останется Сэкономишь 900 гривен Я Еще Окончательного Решения Не Принял Но Мне Нравится Сама Атмосфера Игры Просто Что Оно В лесу Так Так Такие Виды Красивые Ну Вот Вот Как раз Я Об этом И Говорю Что Ты Виды Красивые Видишь На Видео Но Когда Будешь Сам Играть Там Скорее Всего Ты Их Уже Не Увидишь Ну Или Остановиться И Смотреть Ну Это Немножко Не То Я Просто Сяду На Мотоцикл И Буду Гонять Ну Да Тоже Варен Так Я Не буду Особо Напрягаться Сюжетом Проходить Знаешь Да Немножко Погулять Поиграть Посмотреть Да Можно Так Ну Что Друзья Спасибо Вам За то Что Смотрели Не Забывайте Ставьте Лайки Этому Видео Мы Будем Продолжать В Следующих Частях У нас Смотрите Поля Растут У Нас Еще Много Масса Производств Которые Нужно Будет Или Продолжать Туда Засыпать Или Оттуда Вывозить Что-то Или Может Быть Даже Что-то Начинать Ну И Всем Пока